добрый добрый день уважаемые зрители моего канала подошли мы с вами к бродеру и что мы видим мы видим в нем индюшат значит индюшат я из-под индюшки забрала получилось то что посмотрит мой канал впервые в общем под индюшку подложила яйцо индюшины она проклюнулась вылилось и индюшат из инкубатора в количестве пяти штук я поместила под нее после первых суток пребывания индюшат с индюшкой был один и девушонок как я думаю задавлен индюшкой но я вообще ей так можно сказать простила это ладно старается индюшка тяжелая вот но когда под индюшка оставалось всего 4 индюшонка на следующий день произошло все то же самое раздавленный индюшонок в общем то конечно же дальше продолжать это было невозможно и я индюшат забрала сюда в брудер там среди них один цыпленок вот эти индюшата в общем принесла домой как я поняла что индюшка особо их не кормила потому что индюшата с огромной жадностью набросились на воду и на еду и здесь среди цыплят они себя чувствуют конечно очень комфортно не пищат не тревожиться как положено быть породным индюшатом покушали спят покушали спят сразу хочу вам рассказать о различии в содержании поведения породных индюков и бролерные то есть бролерные индюки они постоянно что-то вот едят постоянно у них какая-то движуха вот они вот как бы немножечко нервозные они могут друг другу клевать клюют все что не попадя суетные что не скажешь про породных индюшат вот здесь белые широкогрудые среди цыплят вот вот видите вот тут он он вот этот это и спать ему сейчас с утра я их покормила напоила и они спокойненько спокойненько укладываются спать с первых суток с первых суток индюшатом своим породным от моего маточного поголовья я дала фоспринел в тот момент когда забрала их сюда я им сразу дала фоспринел как иммуностимулятор и иммуномодулятор в общем-то дала витамины все пока все и больше пока я ничего особого давать им не буду если не будет на ту причину эти вот прям они прям раз и оседают вот прям вот волной такой присесть вот этот этот полегли нет с какой попытки глаза закрытые сонные сытенькие хотят спать индюшка индюшка когда забрали индюшат ее из того помещения конечно же вы проводили в птичий двор она конечно может быть часок походила покричала поискала индюшат это было понятно сердце разрывалась конечно но тем не менее я не дрогнула оставила индюшат в брудере думаю сейчас завтра еще минус один и потом все в результате вообще ни одного дюшонка не останется поэтому конечно пришлось потерпеть ее вопли прям вопила в прямом смысле этого слова все а к вечеру она прекрасненько зашла в индюшатник где у меня содержатся индюки села на насест и уже совершенно спокойно гулять то есть у нее вот такая вот паника была наверно в течение часа сейчас она адаптировалась прекрасно кушает в общем все хорошо тем не менее у меня еще одна осталась индюшка на гнезде гнездо с индоутинами яйцами пока она сидит не знаю что пока я с ней буду делать не решила высиживает и то хорошо сидит добросовестно гнездо не бросает все замечательно ну вот в общем вот эти индюшатки смотрите они сразу как вот изменились у индюшат очень быстро отрастает на крылышко в перо вот замечательные только по индюшатке ну жаль что 2 погибло из-за чрезмерной любви мамаши к своим птенцам так что наверное такие эксперименты я повторять не буду любопытные любопытные в камеру в камеру носиком мои хорошие здесь цыплята михеленской кукушки не знаю даже в каком количестве 20 штучек отсюда уедет ну что-то будет и на остатки маранчиков нет ребят кто ждет маранов вот тут тоже под большим знаком вопроса мараны начали линять и в общем-то сбавили яйцекладку если будут мараны то буквально в больших количествах так ну пойдем по инкубатору еще сейчас пройдемся раз уж мы здесь дома открывать не буду инкубатор вот мускусные утки 27 числа закладка то есть уже буквально завтра послезавтра будут выводиться здесь 10 там тоже 27 это все мускусы это все мускусы в этом инкубаторе на выводе у меня лежит немножко гусиного яйца и вот штучек 5 наверное еще индюшиных яичек всего лишь так а в этом инкубаторе тоже мускус и михеленская кукушка немножко маранчиков вот все что у меня по инкубатором а значит как мне проще инкубировать в этом инкубаторе я закладываю яйцо сухопутной птицы вот этот лоток только попался мускусный случайно там некуда было надо переложить здесь я инкубирую сухопутных в том инкубаторе я инкубирую водоплавающих птичек а здесь вы вывожу вот так вот здорово у меня все получилось три инкубатора правда но очень удобно так есть новость друзья предлагаю на продажу курочек самочек михеленской кукушки вот таких подрощенных им без малого пять месяцев занесутся буквально судя по гребешкам ну вот 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 занесутся крупные хорошие отборные то есть это мой золотой запас это это самые старшие из тех что у меня есть есть помладше девчонки ну эти курочки особо и не показывал никогда это те которые у меня в теплице помните с маранчиками вот пока кстати здесь не все сейчас найдем где еще вот по количеству просто я посчитала что на следующий год будут у меня излишки поэтому вот готовых курочек на цепо 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 на не из пиончиков выбегают идите дойдите за девочки идите мои хорошие маяцы пулечки так по количеству определилась во-первых у меня есть на данный момент две семьи молодые две семьи им всего на всего год ну и собственно вот эти вот марашки маляны вот эти девочки они могут быть в общем-то у меня лишними всегда перестраховываюсь вывожу поголовье обязательно как ремонтный молодняк для того чтобы но мало ли какой случай леса залезла не дай бог заболели еще что-то такое да и вот смотрю то есть всегда у меня есть замена причем содержу их отдельно от того поголовье то есть они у меня вот здесь вот видите в саду в саду сейчас напомню кто не видел вот мой сад вот теплица они в этой теплице в валерчике сегодня выпустил их на травку погулять то есть они не контактируют с общим поголовьем это для того что не дай бог какой-то вирус не дай бог какой-то поветрие идет по птичьим заболеванием чтобы что-то сберечь вот поэтому птички все красотки красоточки мои есть маранчик маранов не продаю даже ни за какие деньги не предлагайте а вот малинов с удовольствием по излишкам продам это как я уже сказала самые старшие есть на два месяца помладше ну есть в общем как количество есть кого это там петушок так чирикает диресно чирикает говорю так кого это заинтересует предложение мое хозяйство находится в ста километрах от москвы юго-западное направление киевское или калужское шоссе боровский район телефон будет под видео звоните но на это все новости ребят из пустого в порожнее переливать не хочется про индюшат вам рассказала малинов то что приняла решение излишки продать вам показала ну и в общем то все до новых встреч возможно возможно если будет хороший интернет возможно сегодня выйду в стрим не буду обещать зависит не от меня а зависит от техники как говорится все все вам доброго до новых встреч